У четвертого подъезда дома номер 30 по улице Ворошилова собрались жильцы домов, которые обслуживает жилищный кооператив «Коммунальник». Претензии к управляющей компании у них разные, но суть их сводится к одному. Нет 100% гарантии, что деньги уходят в нужное русло. Кроме подозрений в нечистоплотности руководства кооператива, у собственников есть конкретное предложение по организации контроля расходования средств. Чтобы создать в нашем городе, в каждом районе, экспертную группу независимую, из 5 человек группа состояла неподкупная. И чтобы эта группа проводила хотя бы раз в два года, проводила аудиторскую проверку, и чтобы все начальники и представители кооператива отчитывались конкретно, что у них было проведено за эти два года. По словам собственников, сами они ничего добиться от управляющей компании не могут. Текущего ремонта подъездов, например, ждут здесь более 10 лет. Вот мы живем в этом кооперативе 25 лет. За 25 лет у нас один раз в 2005 году был косметический ремонт. Все. Ремонт подъезда планируется в летний период 2013 года. Очередность и график работ будут утверждаться следами правления на следующем заседании. Уже прошло лето 2014 года, лето 2015 года, скоро будет лето 2016 года. В кооперативе, куда мы обратились за комментариями по поводу ремонта в 30-м доме по улице Ворошилова, подтвердили, в ближайшее времечко ремонта ждать не стоит. У этого дома очень большая его должность, более полутора миллионов на сегодняшний момент. В том, что деньги, которые были и планировались на ремонт подъездов, были вложены в капитальный ремонт, в систему отопления и водопровода на этот дом. И поэтому сейчас, на сегодняшний день, просто у этого дома нигде. От отсутствия должного внимания к состоянию этого дома страдают жильцы верхних этажей. Потолок бежал, все обои отклеились. Два раза уже мы, два раза. Два раза они делали, да. Все, ремонт, два раза делали ремонт здесь. По этой стенке даже на восьмом этаже текло. Трещина идет, здесь вот вся вода уголала. Сейчас, не знаю, они объясняют, что они сделали. Заделали, но не знаю как. Будем смотреть. Жалуются жильцы и на то, что им не позволяют контролировать показания общедомовых приборов учета. Она сказала, что нечего вам в подвалах делать. Вы там упадете и разобьетесь. Есть проблемы у местных жителей и с горячим водоснабжением. Но в коммунальники людям не верят. Температура в квартирах 50 градусов. Разрешается плюс-минус 2-3 градуса. А когда градусы 30, что делать? Когда 30, вы можете подать заявочку. Мы проверим сначала. Очевидно, сотрудники жилищного кооператива и собственники жилья никак не могут найти общий язык. Первые сетуют на нехватку денег, а вторые уверены, любую проблему можно решить. Надо только следовать еще одному конкретному предложению. Пусть они работают, они сидят на своей пятой точке, а работают. А сидеть на пятой точке и ничего не делать, и никто ничего не принесет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова